Аграрии Тверской области активно готовятся к началу весеннеполевых работ. Об этом шла речь на очередном заседании регионального правительства. Подробности у Натальи Чекет. По данным регионального Минсельхоза, в этом году площадь посевных площадей в Тверской области вырастет до 480 тысяч гектаров. Из-за увеличения объемов пашни планируется повышение и объема урожая в этом году. Преимущественно в регионе сеют зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель и овощи. Аграрии Верхневолжья уже готовы к началу весеннеполевых работ. Возим органические удобрения на полях, в более 30 тысяч тонн закуплены семена, трав, кукурузы, люцерна. Для этого есть основания, чтобы мы проведем весеннеполевые работы также с хорошим качеством и оптимальной сроки. Будем сеять 600 гектаров картофеля, будем сеять 1200 гектаров зерновых, потом плюс горчица будет, технические культуры где-то в районе 134. Оставляем пары, вводим земель где-то в районе, как всегда, 300 гектаров. Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 крупные и средние предприятия. Для подготовки к работам аграрии Тверской области используют собственные средства или средства господдержки, а также привлекают кредитные ресурсы. В предыдущем году выдали практически 4 миллиарда рублей. В основном это инвестиционные деньги. Но на краткосрочные, на аналогичные цели сезона полевых работ за год выдали 320 миллионов рублей. Я думаю, в этом году мы гораздо больше выдадим, потому что только на весенние полевые работы уже потребность составляет около 300 миллионов рублей. И еще предстоит уборочные и осенние полевые работы. Во время заседания говорили о важности своевременности предоставления мер господдержки для сельхозтоваропроизводителей. В этом году эта сумма составит более 293 миллионов рублей, что на 100 миллионов больше, чем в предыдущем. Это существенные деньги. Хозяйствам они сейчас очень нужны, так как необходимо докупать горючие смачные материалы, удобрения, семена. Поэтому я думаю, что если это будет выполнено, а я буду это контролировать, смотреть, чтобы это было выполнено, это будет определенным позитивным шагом на успешном проведении полевых работ. Губернатор подчеркнул, важно скоординировать областные направления развития в сельском хозяйстве с федеральными. В частности, это касается поддержки производителей картофеля и овощей, а также ввода в оборот неиспользуемых сельхозземель. Сегодня принимал участие директор департамента Минсельхоза России в нашей работе. Финансировал положительные события по увеличению денежных средств из федерального бюджета на поддержку производства овощей. Для нас это актуально, у нас очень много хозяйств занимается производством и картофеля, и овощной продукции. Поэтому считаем, что федеральная поддержка будет достаточно. На заседании были представлены планы по развитию льняного направления, включая увеличение посевных площадей этой культуры до почти 6 тысяч гектаров. Весенняя кампания стартует в Тверской области во второй половине апреля. Первые работы начнутся в Старицком, Ржевском, Зубцовском и Бельском районах, а Ленинском муниципальном округе.